Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта направили в Министерство строительства Тверской области результаты повторного мониторинга готовности детских садов, которые должны быть введены в эксплуатацию в этом году. По мнению общественников, с июля ситуация улучшилась, однако на некоторых объектах по-прежнему наблюдается отставание по срокам строительства. В 2019 году в Тверской области должны сдать в эксплуатацию 6 детских садов в Твери, Старице, Торопце, а также в Максазихинском и Лихославльском районах. В июле этого года в ходе мониторинга активисты ОНФ установили, что на отдельных площадках строительства даже не началось. Недавно был проведен повторный мониторинг строительства детских садов в Тверской области. В Старицком районе, в Старице и в городе Торопец детские сады находятся на этапе строительства первого этажа. От графика они уже отстают, что на самом деле, конечно, не есть хорошо. Кроме того, на начальном этапе находилось и строительство детского сада на 100 мест в микрорайоне Южный в Твери. Сейчас здание почти готово, впереди отделочные работы. А вот на улице Планерной, где до конца года должен был появиться детский сад на 150 мест, ситуация почти не изменилась. В связи с чем общественники опасаются, что он не будет сдан вовремя. На улице Планерная особо стройка не сдвинулась. Об этом, естественно, мы написали в Министерство строительства Тверской области. И общественники обеспокоены этапами строительства по тем объектам, где затягиваются. Но надеемся, что все-таки основная масса детских садов в 2019 году будет сдана. В поселке Ревицке Максатихинского района строительство детского сада на 60 мест должны были завершить еще в июле этого года. Однако до сих пор здание не сдано. Планируется, что его ввод в эксплуатацию все же состоится до конца 2019 года. Детский сад в поселке Калашниково Лихославльского района был сдан в срок и в сентябре принял первых воспитанников. Ну а активисты УНФ рассчитывают, что недобросовестными подрядчиками займется региональный Минстрой. Мы надеемся, что Министерство строительства, все законные способы, которые у них имеются, это государственные контракты, на это выделяются бюджетные денежные средства. Естественно, к ним будут применены строгие меры, чтобы в последующем и другим строителям было неповадно пропускать сроки. Третью проверку объектов строительства региональный штаб УНФ планируют провести в декабре этого года. Тогда уже точно станет ясно, дети, каких районов пойдут в детский сад в 2020 году, а для кого это все еще несбыточная мечта.